сверх без человека том 4 вне объекта и субъекта вот если взять понятие пустота то как бы все вроде бы знают что такое пустота но не не хайдеггер не буду не шива никто не знали никакие брахманы что такое пустота то есть то что никогда не будет осмыслено никаким видом мышления даже то которое мы не знаем или не даже не можем предполагать и это вот как раз относится к одному из ключей то есть человек считает что вот знание и она открывает соответственно к нему стремимся тайна открывается но тайна загадывается вот эта динамичность и и это и есть ответ она все время загадывается она не открывается то что открывается это ложные знания все знания принципе ложно они применимы только на местах но они не применимы к тому что неизвестно невозможно немыслимо также можно и освоить эти невозможно неизвестно немыслимо но это снова будет применимость Частная, местная такая для человечества. Я говорю о том, что никогда, нигде нельзя обнаружить. Но с этим можно иметь не просто какие-то отношения, а стать этим. Вот сверхбесчеловека это и попытка пройтись по границам и отделиться от них. Не просто их обозначить с помощью смерти, гибели. Вот смерть сверхноумана, не наумана, а именно сверхноумана. Это новая форма гибели сверхчеловека. С помощью всего этого пройтись по ним, если это можно назвать прохождением, потому что это больше, чем боль, мука и все виды умираний. И здесь вырисовывается основное, почему вне объекта и субъекта. То есть пустота, ничто, шунья, то, что никогда не познаётся. Это не вакуум, не отсутствие, не какое-то состояние сознания. То есть можно всё время говорить «нет, нет, нет», как на Горджуна. «Нет, нет, 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 нет». Но это правильнее, да, это правильнее, чем в данном случае утверждать «да, да, 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 да». И здесь мы обнаруживаем, и не мы, мы уже нет, я, вы уже нет, нет и оно, нет ничего. И ничего тоже нет. И нет, нет. И вот язык, он уже не может никак двигаться. Даже самые его оригинальные формы уже ничего не создают, кроме той же человеческой зацикленности на собственном языке. Все новые формы сознания исчерпаны, а те, которые создаются как сверхновые, как суперновые, уже заранее предопределены невозможностью ничего понять. И в этом находится ответ. Потому что здесь абстрактное мышление становится абстрактнее сверхабстрактного, самого абстрактного. А чувственность одновременно становится чувственнее сверхчувственного, самого чувственного. И вот в этой одновременности, переходящими границы абстрактного и чувственного, образуется не просто некое понимание, а форма действия, которую трудно даже сейчас себе представить. Но это единственный язык, которым можно владеть без «мы», без «я», вне объекта и субъекта, схватывая пустоту так, как она есть, или наоборот, или, 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 или. Вот такое сложное, то, что уже превышает все виды мышления и заранее обрекает, любые мыслительные конструкты, любые категориальные инструментарии, любые сознающие аппараты мыслей, иррациональные, суперрациональные. Все это отметающие, вот, по ту сторону, по ту сторону же даже, а не по ту сторону чего-то. Вне-вне, вот это переходящее и обозначится как «сверх без человека», с одновременной возможностью действия. Крайне важным становится реалирование, потому что реалирование важнее любой реальности. Это и есть то, что можно называть «сверх без человека», с одновременным чувствованием чего-то еще, с абстрактным охватыванием и переходом за все абстрактные системы, с искоренением логики рационального и иррационального одновременно, для еще большего прояснения вот этого загадывания, тайн, дальше. Задача не в том же, чтобы поднимать Землю до звезд, или наоборот, а в том, чтобы сразу, мгновенно, внезапно, вдруг сделать это неким действием, загадыванием жизни или смерти дальше, но с таким усилием неизвестно чего против ничего, где нет уже нет, ада будет всегда существовать вечно, в утверждающей форме, несмотря на все ограничения человеческого разума, любых видов гибели, умираний и смертей. Вне объекта и субъекта. Самой сложной сложностью в сложном мышлении является не тавтология сложности, а простой ответ. Все, что чувственнее самого чувственного и абстрактнее самого абстрактного в мышлении, и есть одновременность сверх для выражения невыразимого. Невозможное раскрывается через более чем абстрактное, а чувственная неизвестность задает себя еще более через то, что чувственнее самого чувственного. И это всегда одновременно. То есть все, что мы видим в философии, это логические конструкции. В искусстве абстракционизм – то же самое. Это подход к границам абстрактного, но не само абстрактное. Абстрактное не нуждается в концептах. Абстрактное не нуждается в теориях, в музыке, даже в математических или магических формулах. Это то, что отбрасывает как раз все, за что держится человек, сверхчеловек. И сверхновым в попытке схватить этот мир и все миры, которые ему недоступны. Вот здесь и происходит то, что я называю реалирование, мгновенное изменение всех реальностей сразу. Не сами реальности, а их изменения. Это не то, что предшествует, того мало слишком. А то, что всегда есть быть против быть и будет, как есть против нет и нет даже если нет, будет снова. Нет ни сложности, ни простоты. Есть только настолько абстрактное схватывание умом всего, что он может обнаружить и не обнаружить. И здесь он совершает вот эти кувырьки сложности и простоты в самых невероятных последовательностях или в разрывах любого ритма сверх. Поэтому не надо думать, это слишком сложно, а это слишком просто. Просто надо не думать, как думающие и как все философы сразу. Бездны – это не пространственные временные бесконечности, а их жаркие точки самых скоростных последовательных приключений отсутствия еще более вневременных небытийностях, постоянно изменяющегося исчезновения сверх. Как бы ничто не ничтожило, но пустоты всегда недостаточно, ничто всегда предварительно. Вне объекта и субъекта ум всецело самоустраняется в пользу сплошного икстребления, где невозможными уже не границами являются не ноль и или нуль, а лишь более чем бесконечная чистая сверхноультронность из пустоте каждого, когда-либо кого никогда нет. Смерти, как смерти в смерти для сверхсмерти, необходимо вовремя не остановиться, не остановиться в абсолютном отсутствии даже при минимальной прочности собственного исчезновения. Ничто, как ништайность, не путать с ничтойностью, ничтайность ничтотности ничтожит и уничтожает все, кроме ничто отсутствия ничто к власти, где нигде никогда нет, уже навсегда подтверждено через нигде никогда ничего никому нет, так, что при этом и самого нет, нет. Нет-нет никак жизни тока как такового, а для еще более чем живого. Лишь при условиях «никогда нет» и «нет-нет», то есть все пусковые установки ума будут полностью разбомблены даже при минимальной экспроекции сверх-сверх-сверх. Продолжение следует...